Путин объявил, что баллотируется в президенты. В Конгрессе США договариваются о помощи Киеву и пуск крылатых ракет по Украине минувшей ночью. Я Кристина Терещенко. Это итоги 8 декабря от команды новостей Донбасса. Мы начинаем. Владимир Путин все же прервал интригу и объявил об участии в президентских выборах. О решении действующего президента РФ рассказали участники встречи, посвященной так называемому Дню Героев Отечества. К Путину с просьбой баллотироваться якобы обратился псевдоспикер парламента ДНР Артем Жога и Путин ответил согласием. Мы просим его принять участие в выборах президента Российской Федерации. На что он сказал, что времена всегда бывают разные, трудные, тяжелые, но на данный момент он будет с народом и будет вероятелиться. Артем Жога – боевик группировки ДНР, отец последнего командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, который погиб под Волновахой в самом начале российского полномасштабного вторжения в Украину. Теперь Россия и подконтрольная группировка ДНР всячески этого персонажа гларифицируют и прославляют в своей пропаганде. Как известно, нынешний президентский срок Владимира Путина истекает в мае следующего года. Очередные выборы главы государства уже назначены на 17 марта и они впервые в истории продлятся три дня. Напомним, 7 октября Путину исполнился 71 год, он у власти уже 23 года. В случае переизбрания он превзойдет Иосифа Сталина по сроку пребывания на должности. Согласно последним изменениям в Конституции РФ, он может руководить страной до 83 лет. Если он победит на выборах, это будет его пятый президентский срок. Администрация президента США Джо Байдена может ужесточить иммиграционную политику, чтобы республиканцы согласились выделить средства на военную помощь Украине. По данным Reuters, Байден готов пойти на уступки, в частности в вопросе безопасности границ. Также двухпартийная группа сенаторов обсуждает ограничение количества ходатайств о предоставлении убежища. Тем временем, в самой администрации Байдена уже отметили, в Белом доме обеспокоены тем, что США не могут согласовать передачу средств. Мы знаем, что там есть сильная двухпартийная поддержка. Просто есть небольшое количество республиканцев, которые хотят держать всех в заложниках. Из-за довольно экстремальной пограничной политики, по которой президент высказался, что мы готовы вести переговоры добросовестно. Он верит, что должны быть изменены иммиграционная политика, а также изменения ресурсов. И он готов вести этот разговор. Напомним, Байден попросил Конгресс одобрить выделение 106 миллиардов долларов на безопасность, в том числе 61 миллиард на помощь Киеву. 6 декабря соответствующий законопроект не прошел процедурное голосование в Сенате США из-за разногласий между республиканцами и демократами по поводу иммиграционной политики. Власти Украины указывают, что Киев рискует проиграть войну с Москвой без помощи Вашингтона. Обе палаты Конгресса должны завершить работу над компромиссными вопросами к 14 декабря до рождественских каникул в США. Сегодня утром армия РФ впервые за долгое время запустила по Украине ракеты со стратегических бомбардировщиков. 7 самолетов выпустили 19 крылатых ракет воздушного базирования. Часть из них была направлена на объекты инфраструктуры в Днепропетровской области, другая группа направилась в сторону Киева. Уничтожены были 14 из 19 крылатых ракет Х-101 и Х-555. В Днепропетровской области попадания зафиксированы по объектам инфраструктуры. В Павлограде известно об одном погибшем и восьми пострадавших. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. В Киевской области в результате падения обломков сбитых российских ракет повреждены частные дома, транспортные средства, хозяйственные здания и газовая труба. Пострадавших, к счастью, нет. Кроме того, в результате ночного удара пострадал Харьков. Здесь россияне применили ракеты С-300. Два человека получили ранения, повреждены по меньшей мере семь многоквартирных домов и более 20 автомобилей. Также в Куриловской громаде Харьковщины повреждена пятиэтажка, погиб один человек, еще один ранен. Громко сегодня было и на Донбассе. На Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются активные бои. Россияне пытаются наступать при помощи бронетехники, задействуя авиацию. По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александра Тарнавского, только за прошедшие сутки оккупанты сбросили более 40 корректируемых авиационных бомб. Из-за неизбирательной тактики россиян продолжают страдать и мирные люди. Так вчера при обстреле Авдеевки была ранена пенсионерка. Уже после обстрела ее вывезли из города, передали спасателям и отвезли в больницу. Тем временем в оккупированном Донецке идут чистки. Сегодня ФСБ России задержала гендиректора так называемых железных дорог Донбасса Владимира Кабация. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, чиновник незаконно передал имущество, предлежащее компании, третьим лицам. Разъясняю вам ваши права, подозреваемого. Вам понятно эти положения закона? 51-й узнаете? Знаю. В таком случае вы задержан? Напомним, Владимир Кабаций был заместителем министра транспорта в группировке ДНР еще при Александре Захарченко. В 2016 году его уволили с должности замминистра. Концерт железной дороги Донбасса был создан на оккупированных территориях в июле 2019 года. В структуру компании вошли Донецкая и Луганская железные дороги. Все на сегодня. Больше новостей. 24 на 7 в нашем телеграм-канале новости Донбасса. Такие сводки, как это, выходят на ютубе ежедневно. Подписывайтесь, чтобы не пропускать. Также заходите в наш тикток. Там короткие информационные ролики для вас ежедневно. До встречи.